С приближением нового года спрос на пиротехнику растет, но за красивой коробкой может скрываться опасная игрушка. По данным Центра экстренной медицинской помощи, при встрече 2010 года в Москве пострадали 19 человек, 9 из них дети. Чтобы защитить их от увечий, производители указывают на упаковке возрастной ценз. По возрасту есть жесткие ограничения, они прописаны здесь, что лицам старше 16 лет. Хотя попытки многих детей, естественно, это манит, они приходят, просят, чтобы им продали, но мы не продаем, и я не советую этого делать, потому что потом отвечать за детей, как бы это... В МЧС советуют, при покупке новогодней петарды, ракеты или салюта нужно обратить внимание на наличие всех необходимых документов. Их отсутствие – тревожный знак. Это значит, что за безопасность такой пиротехники никто не ручается, а изготовлена она может быть в ближайшей подворотне. Что нужно обратить внимание при покупке пиротехнической продукции, это чтобы имелись сертификаты соответствия, и также необходимо посмотреть на упаковке товара, чтобы была инструкция именно по использованию этой пиротехники на русском языке. В поисках фейерверка для своих детей Сергей Чинников зашел в специализированный магазин. Пиротехники, что продают на лотках у подземных переходов, он не доверяет с тех пор, как едва не поджег хлопушкой новогоднюю елку. Потому что, мало ли, могут быть поддельные, в руках взорвется, глаза потеряешь, мало ли что, что может быть. Никакой гарантии, что от нее она стопроцентно сработает так, как положено. Инспекторы говорят, что самая опасная пиротехника с истекшим сроком хранения. Слежавшийся от времени подъемный заряд ракеты, например, может попросту взорваться на старте. Проверка показала, что в этом магазине все в порядке. Тем не менее, рейды по поиску некачественной контрафактной продукции сотрудники МЧС будут проводить до 10 января. Алексей Гущин, Евгений Ермак, телекомпания ВКТ. Субтитры создавал DimaTorzok